Главное, сильнодействующее, с позволения сказать лицо нашей истории, Григорий Степанович Смирнов. Отставной военный. Мужчина довольно самодостаточный и достаточно самодовольный. Ввиду добрейшей души, но злобного телосложения, Не знает, чему соответствовать. Но в своих желаниях и поступках Натура безмерно решительная до безрассудства. Часто пьет горькую, чтобы сладко забыться. Зачем, зачем любить? Зачем, зачем страдать? Не лучше ли вольным быть и песни распевать? Не лучше ли жизнь свою свободно проводить? И в карты поиграть, и славно покутить? Не лучше ли жизнь свою свободно проводить? Зачем, зачем, зачем страдать? Зачем, зачем любить? Ну что ж, теперь со всеми знакомы пора начинать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, нехорошо, барынь Губите вы себя только Сидите в комнате, словно в монастыре И никакого удовольствия Да, право, почитаю, уж год прошел Как вы и из дома не выходите И не выйду никогда Зачем? Жизнь моя уже кончена Он лежит в могиле Я погребла себя в четырех стенах Мы оба умерли Ну вот, и не слушал бы, право Николай Михайлович померли Но так тому и быть Божья воля, царство им небесное Погоревали и будет Надо же и честь знать Ну, не весь же век плакать И траур на себе В рыблове полк стоит Так офицеры чистые конфеты Не наглядишься А в лагерях Что ни пятница, то бал И почитали каждый день Военный оркестр музыку играет Эх, барыня, матушка Молодая, красивая, кровь с молоком Только бы и жить свое удовольствие Красота-то ведь не навеки дадена Пройдет годов десять Сами захотите павой пройтись Да господам офицерам пыль в глаза пустить Он поздно будет Я прошу тебя Никогда не говорить мне об этом Ты же знаешь С тех пор, как умер Николай Михайлович Жизнь потеряла для меня всякую цену Тебе кажется, что я жива? Это только кажется Я дала себе клятву До самой могилы Не снимать этого траура И не видеть света Слышишь? Там По ту сторону гроба Он увидит меня Такой, какой я была До его смерти Да чем эти самые слова? Пошли бы лучше по саду погуляли А то велели бы запрячь Тоби Или великана Да к соседям в гости Парни, матушка Да что же вы, Христос, с вами? Он так любил Тоби Он всегда ездил на нем Корчагиным и Власовым Ах, как он чудно правил Сколько вкратцей было в его фигуре Когда он изо всей силы Натягивал вощи Помнишь? Тоби, Тоби Сердце будто проснулось пугливо Пережитого стало мне жаль Пусть же Тоби С распущенной древой С бубенцами умчит меня вдаль Слышу звук бубенцов издалека Звон бубенчиков трепетно может Воскресить позабытую тень Маю русскую душу встревожить И встряхнуть мою русскую лень Слышу звук бубенцов издалека Слышу звук бубенцов издалека Прикажи ему дать лишнюю осьмушку овса Слышу 트레이 Кто это? Luka, скажи, что я никого не принимаю Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. И тебе не совестно, Бутуз? Бутуз изменял мне, делал сцены, по целым неделям оставлял меня одну. Сударыня, сударыня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Ну, ты же сказал, что после смерти мужа я никого не принимаю. Сказал, да он и слушать не хочет, говорит, что очень нужное дело. Ну, я не принимаю. Да говорил я ему, леший какой-то ругается, прямо в комнату упрет, уж в столовой стоит. Ну, хорошо, проси. Какие невежи, как тяжелые эти люди, что им нужно от меня, к чему им нарушать мой покой? Кретин! Идиот! Нет, видно и вправду придется уйти в монастырь. Да, в монастырь. Болван, любишь много разговаривать. Осел! Сударыня, честь имею представиться. Отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200? А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы то обидали лишнюю осьмушку овсам. Слушаюсь. Если Николай Михайлович остался вам должен, то само собой, разумеется, я заплачу. Но извините, пожалуйста, у меня сейчас нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я велю ему платить вам что следует. А пока я не могу выполнить вашего желания. К тому же сегодня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж. И у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами.